ислам меня не очень волнует можно ли в россии шутить про кадырова вообще ничего такого самая удачная шутка про путина который ты гордишься мне жена говорит типа блин у нас будут проблемы денис привет первый вопрос расскажи где ты сейчас находишься и почему привет я нахожусь в стамбуле турция потому что началась война я позволил себе высказаться против войны и мне стало не очень безопасно и комфортно оставаться в москве это ты сам когда почувствовал что это стало там некомфортно или были какие-то сигналы намеки были угрозы по телефону были угрозы стандарт-клубом где выступал приходили силовики на выступление и что-то еще и подарили венок на концерте на которым была надпись предателю россии вот это краткий список там еще были всякие мелочи а до этого ты сталкивался с какими-то не за этом угрозами и неприятностей потому что ну там стендаперов если так можно сказать да их преследовали так потихонечку и давили на них там последний можно сказать год и концерты запрещали и какие-то уголовные дела заводили было такое такое нездоровое было внимание ты с чем-то сталкивался до войны ко мне был интерес со стороны полиции из моего родного города но я так и не понял из-за чего конкретно потому что формально они хотели проверить историю про взятку из моего концерта последнего там формально не было никакого состава преступления потому что эта история собрана из миллиона историй моих друзей и поэтому настоящего состава преступления не было и и они это понимали и все равно проводили какую-то проверку в общем это все равно развалилась так и так или иначе там на каком-то этапе но вот еще была такая история не уверен что это связано сильно там моим стендапом мне кажется просто какой-то самодурство на местах но вот еще такое было после уехал ты больше не возвращался я вернулся мне были в концерты которые забыли запланированы осенью еще вот и если бы я их не дал то влетели бы на деньги все участники этого процесса и площадки и организаторы и я сам и поэтому мне пришлось приехать и заодно там доделать какие-то документы но это было прям вот супер инкогнито я просто приехал никуда не ходил выступать кроме своих концертов просто посидел побыл дома и поехал обратно не ну раз ты провел концерты и как минимум я так понимаю их не запретили то есть какого-то внимания особого нет но у меня попросили в одном городе подписать бумагу что площадка не несет никакой ответственности за то что я буду говорить максимально было что из проблем еще я ходил все площадки ходил кругом когда приезжал и проверял не висит ли буква z но нигде не висела вроде все хорошо ты заметил что как-то публика поменялась твоя аудитория поменялась вообще нет все так же как и было и лучше потому что людям видимо нужно какая-то разрядка нужно поговорить о том что происходит и поэтому стало только как-то не знаю больше крита вовлеченность что ли людей в то что происходит то есть они меньше пришло меньше было какой-то вот оценки меньше нужно завоевывать зал в начале выступления то есть сразу выходишь и сразу вас какое-то единение и сразу какое-то понимание между тобой зрителям вообще после войны многие ну во первых много стендаперов они покинули россию ну мы это еще из беларуси началось некоторые беларусь до этого покидали вот потом россию почему по-твоему вообще такое большое вот внимание и почему там стендап настолько там политизировался это сильное допущение потому что если количественно посмотреть то уехал очень маленький процент комиков и очень маленький процент комиков преследует потом и мне кажется ну просто это звучит громче когда человек высказывается про политику и тем более когда за него за это преследуют это просто выглядит громче но по сути стендап остался легким жанром каким он и был. И, ну, в целом, для абсолютного большинства зрителей в России стендап – это то, что на ТНТ, а то, что на ТНТ, оно осталось таким же, и, я думаю, что и останется таким же. Поэтому, суммарно, наверное, это просто мы находимся в этом небольшом пузыре информационном, нам кажется, что вот действительно всех комиков преследуют, они все уехали, но если посчитать просто по пальцам, то это очень небольшой процент людей. После 24 февраля россияне лишились не только многих иностранных брендов, сервисов и фильмов. Сразу несколько зарубежных писателей отказались издаваться в России. Самый известный из них – Стивен Кинг. Теперь его российским поклонникам придется читать новые книги в оригинале, ну или ждать пиратских переводов. Если вы тоже любитель мрачной мистики, возможно, стоит обратить внимание на других авторов, которые работают в этом жанре. Например, на Эдуарда Веркина. Российские критики сравнивают его с Пелевиным, братьями Стругацкими и тем же Кингом. Возможно, вы даже читали его самую известную книгу «Остров Сахалин». Недавно в издании «Инспирия» вышла его новая книга «Снарк-снарк». Она состоит из двух частей – «Чагинск» и «Снег инцелада». Как сказано в аннотации, получился гибрид детектива, мистики и провинциального романа. Сюжет строится вокруг загадочной пропажи двух парней в лесу. По атмосфере книга напоминает мистический сериал «Топи». По отзывам критиков – это смешной, страшный и одновременно грустный роман. Купить обе книги можно на Озон. До 31 октября по промокоду Варламов15 вы получите скидку 15%. Ссылочку на книгу я оставлю в описании к этому видео. Аудитория вообще ждет там, например, от тебя каких-то высказываний, какой-то твоей позиции? Не то, что ждет, они просто потом написали, что, мол, рады, что они разочаровались в тебе. Вот, то есть они не то, что ждали этого, они просто… Это было как-то, не знаю, как само собой разумеющееся. Они такие, увидели, что есть высказывания, такие «Да», поставили как будто галочку в Excel, такие «Да». Этот оказался именно тем, как мы про него и думали. То есть не то, чтобы у меня не было никакого давления ни с чьей стороны на меня, потому что надо высказаться. Я просто высказался и все сказали «Ну да, так и должно быть». А может ли сегодня хороший стендап, хорошие комики, они быть вне контексте? То есть можно, сохраняя там связь с аудиторией, выйти и сказать «Слушайте, я буду не замечать то, что происходит и буду шутить там про, не знаю, какие-то там отношения, цветочек, собачки и всякие другие смешные случаи». Мне кажется, что нет, потому что в целом стендап – это про то, чтобы быть собой, быть… Ну, условно говоря, сильно не отличаться между твоей версией за пределами сцены и твоей версией на сцене. Это должен быть плюс-минус один человек. И если ты не говоришь про контекст, то это тебя как будто не волнует, потому что этого избегаешь. И, основно говоря, комики с ТНТ об этом точно не будут говорить. И я понимаю, почему, потому что там у них есть внутренние разнарядки не высказываться. Но, мне кажется, это просто противоречит самой профессии. То есть ты как будто, когда говоришь про, не знаю, как тебе смешно в такси было ехать недавно, а тут идет война. Это странно, и это как будто уже немножко не та профессия. То есть ты как будто становишься немножко таким… рассказываешь какие-то эстрадные монологи, потому что… Я уверен, что комиков с ТНТ это волнует. Я уверен, что комики с ТНТ переживают. У кого-то есть друзья, родственники, кто-то сам из Украины. И это точно у них есть, но они выбирают выходить и говорить на какие-то другие темы. И это вот просто подрывает саму суть жанра. То есть ты не комик уже, ты, вот не знаю, как это называется, артист разговорного жанра. Вот так можно это назвать уже. Да, ты уже неоднократно употребляешь выражение комики с ТНТ и употребляешь его явно с каким-то пренебрежением. Расскажи, что ты думаешь про кейс Нурлана Сабурова? Не могу сказать, что с пренебрежением. Это скорее сочувствие. Скорее сочувствие, потому что мы все равно, когда все приходили в этот жанр, плюс-минус в одни и те же годы, все смотрели на Запад, условно говоря, на Джорджа Карлина, который был примером творческой смелости, бесстрашия и так далее. И потом просто мне жалко, что комики были вынуждены пойти, чтобы зарабатывать, чтобы получать какое-то внимание медиа, ходить в Дудю. Они были вынуждены от каких-то отказаться от своих свобод творческих. И это то есть не пренебрежение, а скорее сочувствие или вот какое-то такое ощущение. Что касается Сабурова, то ну это просто вот как раз, наверное, показатель того, что человек, как бы спортсмены сказали, растренирован. То есть тебя годами учили не замечать то, что происходит, говорить на другие темы. И ты, когда тебе оказалось нужно на это поговорить, на эту тему, ты оказался просто не готов к этому. У тебя накопились какие-то приемы, чтобы высмеивать Олега Майами, и тут ты их использовал против активистки из Украины. И вот тут поэтому и получилось плохо, потому что у тебя других приемов и не было никаких творческих. И это просто вот пример того, как тебя отучают, ну быть, не знаю, на одной волне с обществом. Тебя отучают от того, чтобы говорить об актуальных вещах, ты говоришь про тещу и про каких-то там тупых звезд. Ну вот и результат этого. Что с ним сейчас происходит? Я слышал, что он приехал выступать в питерский клуб Stage. Очень небольшое, очень культовое заведение в Питере, очень маленький стендап-клуб. И он просто приехал туда выступать на 100 человек, но билеты были там по 3000. И Нурлан Сабуров приехал с охраной в этот маленький клуб. Вот так поменялась ситуация. Остальное, по-моему, все так же. Когда у него был тогда вот тот тур по Соединенным Штатам, который, ну я не знаю, наверное, надо было там отменить, если ты не хочешь. Ну ладно, это было его дело, но когда началась такая вот, можно сказать, травля его за то, что он неправильно высказывает позицию, там недостаточно. То многие его фанаты, они сказали, что, слушайте, мы вообще приходим сюда отдыхать, и он вообще никому ничего не должен, и что вы к нему привязались. Ты когда на эту ситуацию смотрел, что бы ты сделал на его месте? В чем была его основная ошибка, помимо того, что ты как говоришь, он был там растренирован? Блин, ну я бы просто не выступал, наверное. Ну, по-моему, хорошее время, чтобы сделать паузу. Если ты уже не говоришь на эту тему, то, наверное, в целом лучше вообще не говорить. Я думаю, что и организаторы бы поняли, и финансовые потери для тебя, как для супер-топового комика были бы не такие ощутимые. Наверное, просто перенести тур на попозже, и все, и вообще бы не было никаких претензий. Раз уж ты выбрал молчать, то, ну, помолчи подольше чуть-чуть. Сколько сегодня в России зарабатывают супер-топовые комики, я не говорю про Нурлан, но вообще вот комики с ТНТ, как ты говоришь, которые не шутят неправильные шутки? Есть топовые комики, которые зарабатывают, я не думаю, что там от 500 до миллиона за концерт, а есть комики с ТНТ, которые зарабатывают меньше, чем я, поэтому я не знаю. Но в целом, наверное, топовые вот где-то в районе миллиона хороший большой концерт в каком-то там, не знаю, ДК или филармонии. Когда ты пишешь свои шутки, у тебя бывает такое, что ты там что-то написал политическое, а потом, не знаю, там, тестируешь на какой-то своей аудитории, на своей команде, на своих друзьях, и они тебя хлопают по плечу, говорят, чувак, слушай, это перебор, и ты такой, да, это перебор, и кладешь эту шутку куда-то там в шкафчик. Нет, мне жена говорит, типа, блин, у нас будут проблемы, но как хочешь, вот все было так до отъезда. Ну, то есть, всегда, я просто всегда иду за тем, чтобы было смешно, или там, не знаю, работала на историю, и больше никаких ограничений себе особо не ставлю. Ты же знаешь, условно, есть какие-то прецеденты, да, ты знаешь, что если пошутить, например, на какие-то религиозные темы, особенно то, что связано с исламом, то это может закончиться вот прямо буквально не то, что там кто-то тебе венок подарит, да, а венок потом настоящий могут принести. Ислам меня не очень волнует, то есть, я для себя в своей жизни угрозы от ислама не ощущал, и каких-то больших проблем от ислама я не испытывал, и поэтому у меня нет потребности шутить про ислам. Часто про ислам шутят, когда хочется как раз вот остроты какой-то добавить в свое выступление, и иногда перебирают с этим. В России большая проблема шутить про национальности. Условно говоря, по-моему, про Путина довольно безопасно в России шутить, а вот когда ты шутишь про национальности, ты реально можешь угрести. И опять же, у меня с этим тоже как будто мало проблем в жизни было, чтобы мне это настолько волновало, чтобы я решил написать про эту шутку. Я всегда исхожу из того, что нужно писать о том, что тебя волнует, и о том, с чем ты потом можешь год ездить и вот жить с этой историей. Условно говоря, хочется мне жить с шутками про ислам целый год, ездить по разным городам и вот рассказывать шутки про ислам. Нет, мне не очень хочется, мне самому будет скучно, потому что меня правда сильно не тревожит. Политические шутки меня веселят и тревожат и так далее, и я эти риски на себя беру и с этим выступаю. Это привело к каким-то последствиям, но в целом венок пока фальшивый. Можно ли в России шутить про Кадырова? Как-то, наверное, можно, шутки были, но вот это как раз одна из тех опасных тем, которые лучше, наверное, не то что избегать, но лучше миллион раз подумать и очень хорошо поработать над формулировками. То есть иногда возникают проблемы, когда ты сформулировал шутку плохо, ну то есть она понятная и хорошая, но какие-то слова лучше было не в моменте кидать, а просто посидеть подольше дома с блокнотом и точнее сформулировать. Тогда бы ты избежал проблем. Про Кадырова тогда не спрашиваю, спрошу про Путина. Ты сказал про Путина без проблем. Твоя самая удачная шутка про Путина, которой ты гордишься. Мне очень нравится, это даже не шутка, это бит про то, что Путин маленького роста и носит специальную обувь. И я решил, что прикольно будет пойти не из того, что ругать Путина, а отнестись с сочувствием к тому, что человек комплексует из-за маленького роста и как-то это пытается спрятать. И я пошел, я начал писать бит из территории сочувствия, из того, что я сопереживаю и понимаю его боль. Это так забавно сработало, что люди стали писать гораздо более какие-то беспокоенные мне комментарии. Потому что когда я какие-то ругательные шутки про Путина говорил, все говорили, да, чувак, да, это забавно. А когда я написал шутку с сочувствием про Путина, все почувствовали в этом какую-то тревогу, потому что ты реально собираешься на YouTube это записывать, вот как ты сопереживаешь. То есть вот всегда в России есть эта штука, что такие крутые чуваки, мачо, они не требуют сочувствия, нельзя к ним относиться по-человечески, потому что они как раз это и ненавидят. И это так и сработало, что когда ты относишься к такому условному мачо с сочувствием, это вызывает какую-то большую тревогу у людей, чем неприятие и агрессия. После начала войны какое-то количество стендаперов, они и уехали, и открыто осудили то, что происходит, и открыто выступили, и были там как-то откровенны со своей аудиторией. А были ли те, кто наоборот поддержал российскую сторону, поддержал войну, там спецоперацию, не знаю, как они это называли? Ну вот есть же Стас Старовойтов, прекрасный пример, который прям чуть ли не в тот же день, когда началась война, 24 февраля, написал какие-то кучу сториз сначала, о том, что, мол, где вы были 8 лет, если вы против войны и так далее. Ну то есть он прям все клише пропаганды, по-моему, еще до начала активной пропаганды высказал. Вот, и потом он ездил, по-моему, выступал для раненых, ужасно по отношению к раненым, еще Стас Старовойтов его слушать. Ну вот, это, наверное, один такой явный пример того, как человек поддержал. Ну и вот это поэтому и так и так гнусно звучит со стороны ТНТ, потому что им всем запретили высказываться про войну, и высказался, по сути, только Стас Старовойтов, и он высказался за войну. И суммарно получилось, что весь все шоу ТНТ, не знаю, воздержалось, и один проголосовал за войну. И получилось, что суммарно канал ТНТ поддержал войну. Вот в этом и вся гнусность ситуации. Мне просто кажется немножко странным, что из огромного количества там и ТНТ, и ТНТ, вот, получается, нашелся всего один человек, кто что-то сказал. Почему все остальные молчат? Потому что им сказали, по корпоративным чатам в WhatsApp, им всем сказали сидеть молча. Это вот достоверная штука, которую я видел, скриншоты и так далее. То есть всем сказали, что если вы как-то выскажетесь, будут серьезные проблемы. И там, начиная с увольнения с ТНТ и заканчивая проблемами с законом. Выступить против это понятно, а выступить в поддержку-то, наверное, на ТНТ были бы рады, если бы их ребята поехали с концертом, я не знаю, в Донецк, в Мариуполь сейчас. Нет, я не думаю, что на ТНТ такие людоеды. Я думаю, что их позиция быть максимально аполитичными. Формулировка, которую я видел на скриншоте, давайте просто снимем передачу. То есть это их главная забота и главная задача. Это просто снять сезон, там, сколько-то выпусков. То есть они делают то, чтобы это было возможно, чтобы комиков не увезли и не уволили, чтобы они были на съемочной площадке в нужный момент. Выступать за войну, я думаю, что там тоже ни у кого интереса нет особого, потому что там все в целом адекватные люди, которые просто в какой-то момент выбрали эту трусливую позицию и она сейчас им аукнулась. Но я думаю, что войну, кроме Стаса Старовойтова, вряд ли кто-то поддерживает. Скажи, а ты себе после начала войны задавал вопрос, все ли ты правильно делал последние годы в плане общения со своей аудиторией? Нет ли там доли, в том числе и твоей какой-то вины, может какие-то недоработки, что мы вот пришли к тому, что сейчас воюем с Украиной? Блин, ну если война произошла, значит все мы что-то не так сделали. Не могу говорить, что мы провалились как нация, не могу вот эти вот формулировки высокопарно использовать. Ну всегда, наверное, можно было сделать больше, всегда. Опять же, всю вину на себя взваливать я не буду, что вот если бы я говорил больше, войны бы не было. Всегда, наверное, можно было быть смелее и громче и так далее. Да, я не снимаю в себя ответственности за это. Можно ли, уехав из России, выжить, занимаясь сегодня стендапом за границей, русскому комику? Пока получается. Пока есть какая-то аудитория в Европе и там, если мне дадут визу, то в Америке, для которой можно выступать на русском. Плюс я начал выступать на английском, то есть я просто, это вопрос и какого-то творческого вызова, и вопрос выживания. Потому что, условно говоря, в Стамбуле до нашего приезда с товарищем вообще не было русскоязычного стендапа. Теперь он появился, но его мало, условно говоря, раз в месяц. А остальное все или на турецком, или на английском. Турецкий я вряд ли выучу в ближайшие годы настолько хорошо, чтобы на нем шутить. А английский я плюс-минус хорошо знаю, поэтому стал выступать на английском. И сейчас задача просто там, не знаю, к концу года написать час на английском и начать выступать на английском, чтобы уже не зависеть только от русскоязычной аудитории. Скажи, пожалуйста, насколько корректно шутить про войну? Абсолютно некорректно. Чтобы шутить, тебе нужна какая-то жертва, ну, в таком смысле, в широком. Что-то абсурдное и так далее. Про участников войны с обеих сторон не хочется шутить, потому что это вообще абсолютно не тема для шутки. Можно шутить про тех, кто, по твоему мнению, стал причиной войны. Но это как будто, это уже шутки не про войну, это все-таки все равно уже политические шутки получаются. То есть, ну, про участников войны, там, про комбатантов, про жертв войны шутить точно не стоит. Потому что, ну, всем и так плохо, ты еще добавляешь свой юмор сюда. Ну, не совсем это правильно, наверное. Можно ли шутить про Зеленского? Да, про Зеленского может шутить это политик, который иногда высказывается интересно. Какие у тебя отношения с украинскими коллегами? У меня их не очень много было, в плане того, что после 2014 года все немножко отдельно существовало. Какая-то украинская тусовка и российская тусовка, они мало пересекались. У меня есть отношения с Феликсом Редькой, это вот знаменитый комик, который сделал стендап Богоубежище. Он, кроме того, что он классный комик, он еще организовывал выступления. Мне и Саше Долгополову, по-моему, только нам двоим. Вот, и вот мы с ним общались много, потому что мы с ним ездили в тур по нескольким городам по Украине. И вот он очень классный чувак, он очень смелый, очень творческий и очень интересный. Вот, наверное, все мои отношения с украинской комедией, они вот замкнуты на нем. Еще чуть-чуть с Андреем Щегелем я пересекался. Больше особо ни с кем я не общался. Вот сейчас начал общаться в европейских концертах с комиками, которые уехали из Украины и выступают в Европе. Были у тебя какие-то проблемы? Встречалось какое-то осуждение, что ты из России, про коллективную ответственность или еще про что-то? Нет, комедия, она же про эмпатию, так или иначе, и поэтому всегда есть вот эта неловкость минутная, когда вы встречаетесь, и ты понимаешь, что там, условно говоря, я приезжаю выступать в какой-то город, и понимаешь, что у меня на разогреве украинский комик. Мы встречаемся в гримерке, и есть вот эта неловкость минутная, когда как-то вот мы перевариваем этот факт, что украинская комикесса на разогреве русского комика, мы немножко с этим живем молча пару секунд, а потом просто начинаем болтать, и в целом все быстро уходит, потому что, ну, все все знают, все знают, там, не знаю, украинские комики знают мою позицию, я прекрасно понимаю позицию украинских комиков, и дальше просто болтаем. Была одна комикесса, которая сказала мне, что когда она узнала, что выступает у меня на разогреве, она села и посмотрела весь мой ютуб-канал в поисках чего-то некорректного, чтобы сорвать мне концерт, и сказала, что ничего не нашла, и все, и потом мы нормально выступили, и все клево прошло. То есть, все-таки, видишь, у тебя была попытка, что тебе кто-то хотел сорвать концерт? Ну, там такая очень девушка, очень социально активная, и она участвует во всех протестах, и в таких акциях, и то есть она, для нее было принципиально, чтобы комик был чист, чтобы она кого зря не разогревала. Это была единственная ситуация, когда тебя пытались за границей сорвать концерт? Она, может быть, даже в каком-то комедийном ключе угрожала сорвать концерт, то есть она, это все-таки комикесса, я не думаю, что до этого бы дошла. Но вообще, это, наверное, самое конфликтное, что у меня было, самое близкое к конфликту, когда я подошел, поэтому все в целом клево проходит. В России сейчас, в том числе и пропаганда, много говорят про отмену за границей русской культуры. Почувствовал ли ты какую-то отмену или, может быть, пренебрежительное отношение к тебе только потому, что у тебя русский паспорт? С чем ты сталкивался? Вообще ничего такого. У меня был самый пугающий момент, когда я приехал в первый раз, в первые европейские концерты у меня был в Праге, и я въезжал с шенгенской визой, показываю ее, и я вижу, что девушка на таможне долго смотрит паспорт и потом говорит, о, вы еще успеваете в клевый пивной ресторан, добро пожаловать в Чехию. Все, и с этого момента у меня все страхи как-то слетели, и плюс я в Берлине пошел в книжный магазин большой, и там есть отдел с винилом, и там есть, я не знаю, как назвать, чарты, то есть самые популярные продаваемые пластинки, и там есть отдел классика, и там на самом первом месте висит пластинка Анны Нетрябко, и я как-то немножко подуспокоился в плане того, что, ну, отменяют культуру только русские пропагандисты, по-моему, все остальные абсолютно в порядке, все остальные понимают, что, не знаю, не Чайковский на Украину напал. Сейчас в последние дни, неделю, да, идут разговоры про возможную отмену виз шенгенских, и некоторые политики идут еще дальше, говорят, что нужно вообще всех граждан России обратно в Россию депортировать. Как ты к этому относишься? Как я могу к этому относиться? Не очень хорошо, мне бы не очень хотелось, чтобы меня депортировали обратно в Россию. Мне кажется, это немножко, ну, популизм. Понятное дело, что популизм может дойти до реальных действий. И не хотелось бы, чтобы до этого дошло, потому что это, конечно, не совсем правильно, не совсем корректно, но я вполне допускаю, что это может произойти, и будем думать. Кроме Европы есть страны в мире, поэтому будем думать, что делать. Ты по России скучаешь? Да, сильно. Ну, то есть, условно говоря, ты все равно, не знаю, и в Европе, и в Турции какие-то есть места и вещи, которые гораздо комфортнее и лучше сделаны, чем в России, но все равно в какие-то моменты ты, не знаю, у меня бывают эти моменты, когда ты, условно говоря, в 7 утра просыпаешься, и у тебя еще и момент, когда ты не осознал реальность, и у меня всегда первая мысль, вот я сейчас пойду по проспекту Вернадского выгуливать собак. И потом ты открываешь глаза, и на тебя наваливается, что вообще проспекта Вернадского давно нет, и ты вообще настолько в другом месте, и это очень печальный момент дня каждый раз. И, конечно, хотелось бы, когда все закончится, вернуться. Насколько можно, ты вот как творческий человек, насколько можно, не находясь в России, писать шутки про Россию, про российскую политику, наблюдая за этим через соцсети, через призму СМИ, не видя это своими глазами? Я стараюсь писать про себя и про свои ощущения. То есть, объективно, наверное, нет. Наверное, со временем ты начнешь немножко отваливаться от какой-то актуальной повестки, так или иначе. В основном, можно посмотреть на иммигрантов с Брайтон Бич, которые уехали там когда-то в 90-е, и они остались в 90-х. То есть, они, при том, что они живут в Нью-Йорке, там, на передовой мировой культуры и так далее, то есть, ты видишь, что это люди, которые шарят, там, не знаю, и в платежных системах, я не знаю, там, ездят на Таймс-сквер, но если ты спросишь, что ему нравится из музыки, он тебе скажет, что ему нравится Шуфутинский. Ну, то есть, как будто в плане контакта с Россией, ты когда покинул Россию, вот тогда ты и заморозился, вот, в плане в своем каком-то восприятии России. Поэтому я, ну как, я не надеюсь быть актуальным комиком, который вот постоянно шутит про то, что сейчас актуально в России. Я скорее буду шутить про свой опыт. То есть, ну вот я иммигрант, наверное, вот у меня со временем все будет больше шуток про жизнь иммиграции, а не про Россию. А ты не боишься сам вот так вот заморозиться на состоянии, там, 2022 года? То есть, Россия дальше пойдет, мир дальше пойдет, а ты вот и останешься в 2022 году, когда ты стал иммигрантом, когда началась война, и дальше будет куда-то сложно двигаться. Так и будет сто пудов, я уверен, потому что, ну не знаю, мне странно слушать новую музыку из России, там, мне странно, не знаю, каких-то фильмов ждать из России, потому что, ну, как-то вот, мне скорее больно это делать. То есть, я подписался от всех российских комиков, которые в Москве остались, потому что мне просто больно смотреть, как жизнь пошла дальше у них, и как они дальше в Москве выступают. Мне тоже хотелось бы быть там, но я не могу. И мне больно, я поэтому отписываюсь и стараюсь не быть в этом, чтобы не было больно. И поэтому абсолютно точно я отвалюсь и там заморожусь в своем понимании России 2022 года. Ну и, наверное, в том числе поэтому я на английском выступаю, потому что, если я буду выступать дальше на русском, я вот стану вот Вилли Токаревым каким-то в стендапе, я вот буду каким-то вот таким чуваком, который вот в очень маленьком пузыре существует. Я выступаю на английском, я вот, я хотя бы общаюсь, не знаю, там, с кем-то, с итальянцами, турками, американцами, которые тут живут, выступают. Я куда-то движусь, движусь, двигаюсь. Я куда-то двигаюсь просто вот, я развиваюсь все равно как человек, как автор. Если я останусь только на русском, живя в Стамбуле, то это путь, это тупик, это путь никуда. А ты изучал, что интересует, например, там англоязычную аудиторию? Какие у них проблемы? Ты какой-то ресерч вообще делал? Самый лучший ресерч это просто выходить на сцену выступать и проверять, что нравится людям, что им интересно. В целом, большого отличия от того, что я рассказывал на русском, нет. То есть, по большому счету, я шучу на те же темы. Ну, там какие-то, понятно, какие-то локальные штуки, там, Екатерина Шульман и шутки про нее отвалились. Шутки про депрессию, про смерть, про поиск дома, но это все отлично работает на всех языках, поэтому какого-то дискомфорта и какого-то непонимания точно нет. То есть, я довольно легко влился в новую языковую среду. То есть, все понятно. Тем более в Турции, где люди от русских не очень сильно отличаются ментально, поэтому у меня очень плавный переход на новый язык. Я хотел спросить, как ты получаешь информацию? Потому что, если сегодня смотреть разные телеграм-каналы, ютуб-каналы, сайты СМИ, можно увидеть, как одно и то же событие. Кто-то называет это терактом и провокацией, кто-то называет это героическим каким-то там подвигом, поступком. Наши стреляли, не наши стреляли, сами по себе, не сами по себе и так далее. Расскажи, как ты потребляешь информацию? Я, во-первых, стараюсь чуть меньше потреблять, потому что это совсем тебя демотивирует. Ну, то есть, условно говоря, есть какой-то стандартный набор. Медуза плюс вот эти все российские официальные источники, типа какие-то Реа Новости, плюс звонки домой. Это вот дает очень разные точки доступа к информации, потому что Медуза — это примерно то, как я воспринимаю мир, Реа Новости, чтобы я немножко был в курсе другой позиции. И из дома у меня какие-то эмоциональные реакции на это все. Я примерно прикидываю, как на что реагируют люди и просто пытаюсь понять. То есть, условно говоря, мой там друг из моего родного города, он очень добрый чувак. И вот он был под влиянием официальных источников информации, мол, это спецоперация и так далее. И через Курскую область шли войска, и там объявили сбор теплых вещей для солдат. И вот я постоянно был в каком-то вот в контакте со своим другом, и он говорит, что я собрал теплые вещи какие-то, отнес пакет, передал солдатам, а потом задумался, а что вообще, как так получилось, что нашей армии вдруг нужны теплые вещи? Как так получилось, что они без теплых вещей пошли? И вот этот ход мысли его, он для меня стал более информативным, чем какие-то вот, не знаю, Медузы, РБК и так далее. То есть вот этот поворот в голове человека, он гораздо интереснее и показательнее. Как у тебя семья отнеслась? Вообще, есть у тебя какой-то конфликт с семьей именно по политике, по мировоззрению? С мамой нет конфликта, потому что она, ну, когда я засобирался за границу, она стала как-то, ну, она задумывалась о том, что если бы все было хорошо и под контролем, я бы, наверное, никуда не поехал. Вот, и с ней у нас в целом хорошее взаимопонимание. Чуть более дальние родственники, там, начиная с тети и далее, там все сложно. Там мне звонят иногда, рассказывают про то, что на самом деле Зеленский доллар и миллиардер, ему платят миллиарды, чтобы вот это происходило. И я такой, ну, спасибо, как там здоровье у вас? Все хорошо? Тогда до свидания. Вот, с более дальними родственниками есть вот серьезное непонимание. Были ли у тебя какие-то люди, в которых ты разочаровался? То есть, вот, с кем ты, может быть, общался, не знаю, друзья, коллеги, кто угодно, и вот после 24 февраля ты думаешь, ну, и мразь же он вообще, как я мог с ним иметь какие-то дела? Да нет, на самом деле, как-то я вроде ровно выстраивал отношения со всеми, никто не удивил. Меня, ну, расстроила ситуация, что на канале ТНТ никто на себя не взял смелость ничего высказать. А так, в целом, наверное, последние годы был настолько аккуратен в контактах, что все поступили ровно так, как я ожидал. Никто не разочаровал, никто, ну, и никто и не восхитил, вот так скажем. Все остались на своих позициях. Среди вот этого молчания, оно же, там, охватило, там, практически все сферы. Мы какие-то видели единичные выступления, не знаю, может, Овсянникова, там, на Первом канале, которая вышла с плакатом, и вот больше, чтобы сказать, вот кто-то удивил, ну, не знаю, там, Чубайс уехал, а кто-то удивил, больше такого нет, хотя Россия огромная страна, и казалось, что когда происходят какие-то такие вот события вроде начала войны, какое-то большое количество людей должны были внезапно либо выйти, либо сказать, либо там, ну, как-то начать действовать, а мы видим такое вот зацементированное молчание или одобрение молчаливое. Как думаешь, почему это вообще все так произошло? Я думаю, что это все потому, что все у кого-то в зависимости. То есть я просто про ТНТ так много говорю, потому что это, ну, это структура, которую я хорошо понимаю. Я понимаю, как это работает и как это можно, как этим можно управлять, и поэтому я постоянно примеры эти привожу. Все от кого-то зависят в плане того, что ты от кого-то получаешь зарплату, тебе кто-то дал возможность зарабатывать и жить, и этот кто-то это очень легко у тебя заберет, если ты начнешь рассказывать. То есть, наверное, чем мне легко или хорошо жить, это тем, что я почти сразу решил не зависеть от канала какого-то и все делать самому, и мне на долгой дистанции гораздо тяжелее, чем комику с ТНТ, но в итоге я высказался против войны, и мне никто не перекрыл кислород, потому что в целом некому его перекрывать, потому что я в целом, я ИП, я сам себе начальник. Вот. Все остальные находятся в зависимости, то есть ты, если высказываешься, то ты больше не выступаешь, ты больше не ездишь на концерты, ты больше там не снимаешь площадки и так далее. И это на всех уровнях, то есть все у кого-то в подчинении находятся, и если ты высказываешься, то твоя ипотека, твои кредиты и твоя стабильная жизнь, все улетает очень быстро. А тут еще, с другой стороны, очень сильно давит наше бедное прошлое, наше 90-е и так далее, и все хорошо помнят, каково это быть без уверенности в завтрашнем дне, без стабильности, без ипотечной квартиры. И поэтому это очень, очень действенный кран, который очень легко перекрыть и перекрыть любые какие-то выступления. У тебя не было такого, что ты садишься и думаешь, а может быть, как так вот, замолчать, но иметь возможность, даже не вопрос зарабатывать деньги, а иметь возможность на свой любимый проспект Вернадского вернуться, спокойно и погулять с собакой, не опасаясь, что к тебе будут там звонки с угрозами, и не оглядываясь там назад, нет ли там мента. Да, конечно, есть, но просто, не знаю, ты же не ради проспекта Вернадского живешь в конечном итоге, ты же живешь, чтобы, не знаю, чувствовать себя счастливым, чувствовать, что ты делаешь хорошую работу, хорошее дело. И если я буду молчать, то у меня этого чувства, скорее всего, не будет. И поэтому, наверное, оказывается, что возможность делать, что хочешь, важнее, чем проспект Вернадского. Что для тебя счастье? Это очень сложный вопрос. Я с психотерапевтом об этом год говорил. Не знаю, наверное, возможность жить, как хочешь, где хочешь, и говорить, что хочешь. Просто спокойная жизнь, когда ты делаешь свое дело, и ты не должен за него ни перед кем отчитываться, ни перед никому доказывать свое право на это дело. Просто ты живешь и делаешь это, и никто тебе не может перекрыть к нам. Как ты думаешь, когда в Россию эта спокойная жизнь и свобода вернется? Я сегодня как раз про это разгонял, что, условно говоря, это лет через 10 наступит, а через 12 лет планета в климатическом кризисе погибнет. То есть через 10 лет у нас будет два счастливых года в России, а потом мы все погибнем всем человечеством. И последний вопрос. Твой топ-3 лучших комиков России сейчас? В России или за пределами России? Русских комиков можно за пределами, можно в, неважно. Саша Долгополов и Дракмир Зализадея Илья Овечкин. Пока-пока. Да, и желаю скорее вернуться в свободную Россию. О, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...